Всем привет, вы на канале Crypto Commons и что мы видим? Виток удерживает бычий импульс и похоже, что это у нас фигура продолжения тренда. Если мы сейчас пробиваемся наверх, то это отрабатывает как некий бычий флаг, который направлен наверх. Я вам хочу сказать, что бычьи флаги иногда бывают направлены наверх в аптренде, так же как и медвежьи флаги иногда бывают направлены вниз. С этим нет проблем. Что еще примечательно сегодня, то что осталось 2,5 дня до слияния сети Ethereum или до Merge, точнее перехода получается с сети Ethereum на Proof of Stake. Знаменательное совершенно событие, знаковое событие. И поговорим обо всем об этом в сегодняшнем видео, конечно же, что нам ждать по эфиру, по битоку, есть ли вариант слива и там и там. И что нам делать вообще с вами на крипторынке в ближайшее время. Поэтому если вам нравится такой контент, не забудьте обязательно поставить лайк, подписаться на канал и мы начинаем. Итак, биток у нас с вами уже 22 с чем-то 1000 долларов, эфир 1750, в общем все достаточно позитивно. BNB-шка 300 долларов даже. При этом у нас с вами 2,5 дня до возможного хардфорка эфира и перехода на Proof of Stake. Также у нас с вами хешрейт биткоина бьет исторические максимумы, о чем написал, кстати, Рэмбо в своем канале сегодня с утра. И фишка в том, что похоже сдвигается дата халвинга. Если раньше ожидался халвинг на 2024 год, то теперь прогнозируемая дата следующего халвинга перенесена на 4 квартал 2023 года. Напишите-ка в комментарии, бычая ли это новость. Вот. Что по биткоину? Смотрите, я тут на него смотрел в логарифмическом масштабе и увидел вот такую вот вещь. Вот такие три трендовые, которые как бы у нас с вами от раза к разу замедляют свою силу. Но это только в логарифме они замедляют силу, а в линейной шкале наоборот. Это выглядит вот так вот, как вы понимаете, это ускоряется экспонента. То есть, если мы сейчас в линейной нашей с вами обычной шкале сделаем вот так, это будет казаться просто безумием, да, на 200 тысяч долларов улетим или на 300. Но в логарифме это будет всего лишь очередная хорошая такая волна роста. Поэтому не стоит исключать такой вариант событий никогда. Как показывает рынок, если вы на нем недавно, вы, наверное, не в курсе просто или не задумываетесь о том, что происходит вот в такие моменты рынка. Вот в такой, вот в такой момент, вот в такой. Происходит очень сильное движение наверх, которое выносит нахрен все предыдущие экраны. Вот как вы видите, вот то, что было здесь, уже не видно. Потом то, что было здесь, становится практически не видно. Скоро оно станет вообще не видно, и мы улетим куда-то туда. Это игра в долгую. Но что локально? Что мы можем видеть локально здесь и сейчас? На часовом таймфрейме биткоин отбивается от сетки EMA Ribbon, как от поддержки. Это еще ничего толком не значит, потому что он также может легко и провалиться под нее, как мы это видели много раз, даже вот здесь, находясь в локальном бычем тренде. Или вообще потом провалиться еще ниже. Поэтому отдаляемся. Смотрим четырехчасовик. Четырехчасовик. Мы подошли к важной зоне сопротивления и поддержки, как вы можете видеть. Вот сейчас мы его тестируем как сопротивление. И при этом здесь у нас сетка EMA Ribbon находится на значениях 21300, 2600. То есть мы все еще можем ее кольнуть и продолжить оставаться в бычем тренде вообще как будто здрасте. Но глобально, повторюсь, у нас есть цели. Ну как глобально? Локально, конечно. Но для многих это глобально, потому что это выход из этого канала. Это цели вот 30-35 тысяч долларов ближайшие, куда мы можем сходить. Перегретый RSI, конечно же, у нас тут. Желтая точка. Ну это все такое, ребята, на четырехчасовике это все тоже не особо имеет значение. Daily, дневной таймфрейм. Мы прямо сейчас пробиваем сетку EMA Ribbon. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Плюс вот этот уровень, о котором мы говорили. Уровень сопротивления и поддержки. Ну можно выделить вот такую зону. Короче говоря, нам сейчас нужно закрепиться над этим уровнем и над этой сеткой. И тогда мы скажем, да, ребята, пробой подтвержден. Ну что по эфиру, у которого The Merge через 2,5 дня. По эфиру все гораздо позитивнее. Посмотрите, у нас тут есть тренд повышающихся минимумов. У нас тут есть на дневном таймфрейме уже заворот сетки. Посмотрите. Сетка здесь перевернулась в бычью сторону. Здесь был ложный переворот в медвежью. И она снова переворачивается в бычью сторону. При этом цена эфира ее удерживает, как вы можете видеть. Поэтому тут, на мой взгляд, даже вот эта стрелка не актуальна. Тут все может произойти гораздо быстрее сейчас по эфиру. Как-то так. Вот такое W может произойти легко. И об этом же нам сейчас кричит эфир к битку, по которому вообще заходной. Посмотрите, эфир к битку вообще давно уже в бычьем тренде. Все, кто говорят, какой альт-сезон, какие альты все на дне. Типа, чуваки, посмотрите эфир к битку и ну как бы осознайте свою ошибку. Какой тут даун-тренд? Эфир к битку находится в параболе. И он сейчас, похоже, что идет наверх. Вот на недельках мы это видим ясно. При этом все еще он, конечно же, может скорректироваться в любой момент до сетки EMA Ribbon. То есть упасть процентов на 10-15 к битку вообще не вопрос. Но в целом приоритет того, что он пойдет наверх, здесь сохраняется. Соответственно, и к доллару он тоже быстрее взлетит, чем биток. Потому что, смотрите, даже на недельках здесь сетка уже развернулась в бычью сторону. Мы ее отретестили как поддержку. В общем-то, здесь все красиво и по индикаторам, и по графику. Соответственно, доминация BTC, пускай хоть и немного отскакивает сейчас от очень важного уровня, но все будет зависеть от эфира. Если эфир на мерджи сейчас пойдет на x2, а биткоин на x1.5 максимум, то доминация сделает вот так вот. Соответственно, мы будем с вами находиться в альтсезоне. Вот что я думаю. Вот мои 5 копеек, ребята, на ситуацию на рынке на сегодня. Позиции на байбите продолжаю сохранять. Судя по рейвенкоину, есть нам куда еще лететь. У меня вчера была мысль вот здесь, я половину даже подзакрывал, потому что выглядело все это шартово. Но я имею в виду не рейвенкоин, а другие позиции. Просто рейвенкоин, он сейчас как осциллятор по всему рынку, посмотрите. Вот когда рейвенкоин начнет уходить в коррекцию, в принципе, можно будет забрать еще часть прибыли. Но пока похоже, что это продолжение тренда, и рейвен идет туда. В таком случае я жду и от Dash, и от ETH, и от LiteK, и от Ripple, и от всего остального тоже повышение роста курса. Вот такие сегодня мысли. Народ шартит вот на 5 минутках активно, на 30 минутках тоже. Ликвидация шартистов происходит полным ходом. В общем, все идет по плану. Движемся по биточку наверх, по доминации вниз. И золото, кстати, тоже, посмотрите, держит важный уровень. Золото, я думаю, надо за ним поглядывать, потому что если оно сейчас рисует W, то вот скорее корреляция биткоина с золотом важна, чем корреляция биткоина с S&P, на мой взгляд. Но не стоит забывать еще и об индексе доллара, ребята, о DXY, потому что, смотрите, он, конечно, пошел вниз, вроде как и нашел свою вершину, и на этом всем биткоин тоже отрос. Но не забывайте о том, что он прямо сейчас тестирует сетку EMA Ribbon, от которой он много-много раз прекрасно отскакивал, то от верхней, то от нижней ее границы, находясь в этом бычьем тренде. Поэтому если сейчас DXY сделает так, то, ребята, держите руку на пульсе, биток может все еще пролиться. Не знаю уж, последний, не последний раз, но тем не менее. Поэтому вот такие сегодня мысли, ребята. Все ссылки в описании, торгуем осторожно. Не забываем забирать прибыль, если она у вас есть, выводить на холодные кошелечки. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайк, подписывайтесь к нам в Telegram обязательно. Всем профитроли и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok